А мы возвращаемся к новостям. Наш регион подарил миру прекрасных спортсменов, чьи имена известны далеко за пределами страны. Николай Андрианов, Алексей Прокуроров, Иван Якимушкин, Ольга Данилова, Анфиса Резцова, Павел Кузнецов и многие другие. Они достигли серьезных спортивных высот и по сей день являются убедительным примером для молодежи. В преддверии дня физкультурника первые лица области поздравили спортсменов, наставников и активистов физкультуры и спорта. Особо отличившихся глава области Александр Авдеев и спикер законодательного собрания Владимир Киселев наградили на торжественном собрании. Более 80 лет отмечают в нашей стране день физкультурника. Каждый год во вторую субботу августа в России чествуют тех, кто исповедует и пропагандирует здоровый образ жизни. Первые лица области Александр Авдеев и Владимир Киселев дружат со спортом с детства, поэтому на праздничном собрании оказались не просто почетными гостями, но и единомышленниками. Я люблю плавать, лыжи горные и просто беговые лыжи. Надеюсь, те объекты, которые ранее не работали в силу проблем у инвесторов, надеюсь, мы также в ближайшее время запустим. Я говорил про студенную гору, очень надеюсь, что в этот раз нас партнер не подведет и горнолыжники могут покататься в центре Владимира. При формировании областного бюджета законодательное собрание максимально учитывает потребности городов и районов области в новых спортивных сооружениях, секций и спортшкол в специальном оборудовании, а также старается оказывать всестороннюю поддержку перспективным спортсменам. Однако очень важно участие области и в профильных федеральных программах. За 23 года, начиная с 90 по 13 год, построено 5 физкультурно-оздоровительных комплексов Владимирской области. А уже вот за 8,5 лет последующие, 21, понимаете, да? Понятно, что до конца года 5 спортивных объектов крупные будут построены. Стоит задача сейчас наращивать строительство, в первую очередь, малых форм, чтобы наша физкультура, спорт были массовыми, чтобы человек, выйдя, так скажем, из подъезда своего дома, сразу попадал на спортплощадку. Безусловно, в преддверии праздника чествовали видных деятелей физкультуры и спорта Владимирской области. Светлана Кагарлицкая, старший тренер Владимирской спортивной школы Олимпийского резерва номер 5 по художественной гимнастике, приказом Министерства спорта Российской Федерации удостойна почетного спортивного звания «Заслуженный тренер России». Она отметила, что никакие западные санкции не влияют на стремление людей заниматься в секциях, школах и покорять спортивный Олимп. У нас дети как занимаются, так и занимаются. Приходит очень много народу. Я думаю, что это вообще не повлияет на наших спортсменов. Мы же всегда боремся, мы всегда в лидерах. Да, конечно, это ослаждается тем, что нет ни Европы, ни мира, ни Олимпийских игр. Но я думаю, что мы найдем все-таки какое-то решение, и дети будут все-таки стимулированы к тому, чтобы выступать и завоевывать первые места. Я думаю, что, скорее всего, да, найдутся международные соревнования и спортсмены, которые нас поддержат. Основные торжества по случаю Дня физкультурника запланированы в областном центре на ближайшую субботу. Принять участие в них может каждый, самостоятельно поддержав инициативу легкой атлетикой, фитнесом или подвижными играми.